Йоу, салам алейкум, банды, с вами Киседаш Торм, и я продолжу играть на проекте Аризон РПС Шоу Лоу. И сегодня, ребятки, мы продолжаем наш путь 500 миллионов за 30 дней. Это уже шестая серия. Поэтому, братва, запасайтесь печенюшками, заваривайте чаёвку, ролик обещает быть интересным. Также вот победитель, который забирает 3 миллиона абсолютно на любом сервере Аризоны. А сегодня давайте для вас разыграем 5 миллионов абсолютно на любом сервере Аризоны. Просто подпишись на канал, поставь лайк и напиши любой крутой, интересный комментарий по теме ролика. Ну что, ребятки, не буду затягивать, а мы полетели. Также, ребятки, забыл упомянуть, если вы ещё не начали играть со мной на лучшем проекте Аризоны, Аризон РПС Шоу Лоу, то переходите по ссылочке в описании и качайте игру. При регистрации введите мой ник OGStorm, за который вы получите на 5 уровне плюс 300 косарей. И плюс, если вы на 6 левеле введёте мой промокодик хэштег Шторм с маленькой буковки, то я вам накину ещё плюс 2 миллиона. Поэтому, братва, вводите ник и промокодик. Ну а мы, ребятки, поехали. У нас пропал синий хайки-вайки, ребят. Нет! Нет! Хайки-вайки нет! Нет, нет, братва! Итак, 30-й час я приехал на ЦР, чтобы покрафтить антибиотики, так как я заболел короной в игре, и мне нужны антибиотики, чтобы, в принципе, от неё избавиться. Крафтил я их где-то минут 10, и после чего решил поработать на нефтевышке, так как в прошлой серии я купил себе уже лицензию на плаванье и решил попробовать. Но оказалось, что работать на нефтевышке можно теперь только с 10-го уровня. Раньше вроде бы можно было с 8-го, а сейчас только с 10-го. Тюрест, пацан, к успеху шёл. Не получилось, не фортануло. Расстроенный я, потративший 140 тысяч на грёбаную аренду лодки, я прибежал садить деревья. К моему удивлению, там было дофига пустых деревьев, кто-то их посадил, попрокачивал, но забыл срубить, походу, либо его крашнуло. Ну и я, как благополучный гражданин Аризоны РП, в принципе, сопиздил деревья. Найс. 31-й час я стоял в лавке и продавал всё, что я скупил. На 32-й час я решил попробовать и вступить уже, наконец-то, в банду, потому что с прошлой банды меня выгнали. И я долго искал какого-то лидера и нашёл, наконец-то, лидера Рифф. Первым же делом, как только я вступил в банду, я сразу же отправился проходить бандитские квесты, за то, чтобы получить плюс 2 халявных ларца. Первый квест был, где мы собираем бандитскую травку, а второй квест, где мы грабим военку. Далее я поехал уже и проходил квесты в центре занятости, за которые я получил тоже плюс 2 ларца. Первый квест был автобусника. Советую вам брать путь, а именно городской ЛС. Его быстрее всего ты проходишь. И мусор лучше собирать в Лос-Антосе. И далее я пошёл опять на ЦР, чтобы выставить на скупочку. Поймал я, конечно, не супер первую лавку, но всё равно что-то и скупил. И буквально там, ну, скупил около 10-15 ларцов, довольно по выгодным ценам. Потом я их перепродам, конечно, в 2 раза дороже. Далее, ребят, я прибежал на мероприятия собирателей. Просто, ребятки, посмотрите, сколько здесь мало народу. Я не понимаю, пацаны, почему вы не ходите на мероприятия собирателей? Напишите в комментарии. Тут народа просто вообще нет, а один подарок стоит 15 тысяч. И вот мне дали только 5 минут из-за того, что здесь очень мало народа. И я пособирал 30 подарков, что довольно выгодно. Ведь один подарок стоит 15 тысяч. И напишите, пацаны, в комменты, почему реально вы не ходите. Ведь это просто лёгкие деньги из ниоткуда. Далее, ребятки, я уже на следующий день зашёл и поехал проходить опять бандитские квесты. На этот раз почему-то не было бандитской травки на моих местах. Но я всё-таки не растерялся и нашёл новые места, где она спавнится. И там, в принципе, её пособирал. Также ограбанул военочку. Ну что, ребятки, вот такая вот коротенькая была сегодня серийка. Я стараюсь для вас, ребятки, сейчас выпускать ролики как можно чаще. Поэтому не обессудьте. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok